С вами Лиза Горская, игумен Пантелеймон, королёв-настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, и Елена Константиновна Шадунца, она старший научный сотрудник Переславльского музея-заповедника. Здравствуйте! Добрый вечер! Давайте начнём в целом с города. Те, кто приезжают в Переславль и идут в Троицкий Данилов монастырь, они, быть может, удивляются местоположению его главных великолепных ворот. Это портик, очень красивый, с архитектурной точки зрения, который смотрит на какую-то крошечную улочку. Откуда он тут? Дело в том, что если мы встанем спиной к воротам и посмотрим налево, мы увидим дорогу, которая ведёт сейчас, казалось бы, на окраину Переславля. А на самом деле это часть большой емской дороги на Александровскую Слободу. И вот именно потому, что эта дорога была более значима в XVI веке, в самом начале XVI века, чем дорога, которая сегодня известна нам как М8, и которая проходит центральной улицей через Переславль. Вот здесь очень большое количество странников погибало, по Разбулой были. И вот тут рядом с этой дорогой были вот эти братские могилы. В 540 году, и кроме того, преподобный Даниил известен ещё и, скажем так, тем, что благодаря своему вот этому совершенно естественно выросшему в глазах людей авторитету, он пользовался уважением и благотворительным, ну, почитанием у царской семьи. Точнее, у великокняжеской семьи. Поэтому он был восприемником. Он был восприемником сначала Ивана Васильевича, которого мы все знаем как Грозного. И поэтому мы знаем ещё, кроме всего прочего, из жития преподобного Даниила, мы знаем такие детали о городе Переславле того времени, которых мы не можем больше ниоткуда узнать. Наш город – это такая, знаете, иллюстрация русской истории во многом. Несмотря на то, что он такой маленький и такой вот, ну, казалось бы, провинциальный, но все века, начиная вот с 12-го, с самого древнего до начала 20-го века, они отразились вот именно в архитектуре церковных монастырских зданий. И вот облик города сложился во многом благодаря тому, что это православный город был. Вот именно вот это вероисповедание, вот эта любовь горячая к Богу, она выразилась и вылилась вот в этих формах архитектурных. Дело в том, что у нас тот редкий случай, когда дата основания города, как крепости, как вот такой заставы на пути в княжество Владимира Суздальского, и дата строительства собора нашли точное отражение в летописи. То есть там четко и ясно во многих летописных списках написано, что в лето 66610, это 1152 год, был заложен собор. Причем там такая интересная фраза есть, что «Град перенеси от Клещина и заложи церковь Святого Спаса». Дело в том, что рядом с Переславлем, совсем недалеко, на берегу Плещеевого озера находится еще одна маленькая земляная крепость более древнего города, города Клещина, который тут существовал еще во времена Владимира Мономаха, и который подчинялся Ростову. Это же была Ростовская земля, то есть еще в повести временных лет упоминается этот край. И очевидно считается, что Никитский монастырь был основан еще в те времена, когда здесь княжи, потомок Владимира Красное Солнышко, князь Борис. Борис, которого посадили в Ростов, и он основал здесь как монастырь Никиты Готовского, которого почитали русские князья, так и рядом во времена жизни там Никиты, вот этого самого раскаившегося мыдаря и разбойника, пришедшего к игумену этого монастыря проситься туда. И поскольку его не пустили, он отправился на те самые болота, чтобы там умереть с Едином Мошкарой. А потом его все-таки нашла братья, и он пришел в монастырь. Так вот, этот самый Никитский монастырь был основан по преданию Борисом, князем Борисом. А рядом был еще один монастырь, который мы знаем как Борисоглебский на горе. В житии Никиты Столпника говорится, что он ископал два колодца. Один колодец он ископал на том месте, где его ела Мошкара в болоте, и до сих пор там есть святой источник, Никитский источник. А в Богохе нет уже? Там есть речка, она называется Слуда, и на этой самой речке находится вот эта самая купальня и колодчик святого Никиты. А второй колодец он ископал у другого монастыря. Это все в XII веке происходит? Это все происходит в XII веке, совершенно верно. Он был убиен в 1186 году. Это известно точно. То есть это один из первых русских святых. И надо сказать, что дальнейшая история города – это история, это крепость. Вот Москва – это пограничье. Переславль – это следующая крепость. И эта крепость была построена, как она, вот если вы посмотрите, она представляет собой буквально пряжку, замок, который закрывает дорогу. Дорога, которая идет сейчас из Москвы, это на самом деле дорога из Черниговского княжества в Ростов, в Ростов, в Суздаль. И вот на ней ставится эта самая крепость в 1152 году. А возле этой крепости, чуть поодаль, существует старый город Клещин и Никитский монастырь, и еще один какой-то маленький монастырь. Мы его знали как монастырь Борисоглебский на горе. Вот из жития святого Никиты. Известно, что там был еще один колодчик. Но понятно, что Борису и Глебу его могли бы посвятить уже после того, как они были прославлены в Лиге Святых. Но это второй по времени был там монастырь. Дальше у нас есть, не очень далеко от города Клещина, от этих валов, Александрова гора. Это место, на котором сейчас стоит крест, а был там Александров монастырь. По преданию, там когда-то находился терен Александра Невского загородной. Но известно, что он основал там монастырь, и археологи еще в XIX веке нашли остатки этого монастыря. В документах он есть. Уже в XVIII столетии его территория переходит к Никитскому монастырю, потому что он был сожжен во время польско-литовского нашествия в начале XVII столетия. Он был посвящен, я думаю, Александров, потому что он Александру Римскому, наверное, был посвящен. Это было загородно, потому что это тронатный святой Александр Римский. Но вот этот монастырь там был, и гора эта под названием Александрова до сих пор известна. А в самом городе монастыри появлялись сначала как княжеские. Ну вот такие вот обители, основанные князьями. Какие это монастыри? Вот этот вот Борисоглебский был на горе, а был еще Борисоглебский на песках. Вот мы говорили про Смоленско-Корнильевскую церковь. Эта церковь была одной из церквей этого монастыря. Он был основан в память о событии 1200, по-моему, 54-го или 56-го года, когда тут была убита семья брата Александра Невского. Во время одного из вторжений татарских рати Неврюя была битва на крайной окраине Переславля. И там полегла и рать Переславская, и семья была убита. И вот этот монастырь Бориса и Глеба на песках был основан на этом месте в середине 13-го столетия. А рядом, чуть позже, в середине 14-го века, такой вот монах, который ушел от мира, и который будет известен потом как Дмитрий Брилуцкий, основывает, точнее, ну как, к нему прибились люди. Он там ушел жить на болото для того, чтобы быть в уединении, ходить и молиться в этот монастырь. А к нему пришли, и вокруг него стали собираться те, кто как-то следовал за ним. Он уходит отсюда, на север, а монастырь остается. Это Неврюльский существующий данный монастырь. Это середина 14-го. Дальше у нас неизвестно когда. Возникает еще целый ряд маленьких монастырей, которые были образнены в середине 18-го века. Их насчитывается до 12-ти вообще в целом было монастырей, но часть из них была закрыта. Следующий очень известный монастырь – это Федоровский монастырь. По преданию, опять-таки, он был основан сразу же после того, как случилась битва начала 14-го столетия. Вот когда умирает последний князь из династии Переславских князей, в 1304 году происходит битва за Переславское княжество, потому что тогда еще неизвестно, кто главнее – Москва или Тверь. И вот Тверское воинство приходит сюда, и на окраине, на южной, случается битва между войсками московскими и переславскими, и тверскими. И москвичи берут верх. И вот тот монастырь, который основан во имя Федора Стратилата, он основан по преданию именно потому, что битва происходила в этот день, и поэтому он посвящен Федору Стратилату. То есть 14-й век. Ну а известен своими строениями и так далее, он нам, в общем-то, с 16-го столетия, когда там строится Федоровский собор, собор, посвященный патронатному святому царевича Федора Иоанновича. Еще раньше существует тот самый Горицкий монастырь, откуда происходит преподобный Даниил. Он нам известен с 14-го века. Тоже вот какое-то такое время, потому что, когда мы говорим про Дмитрия Прилуцкого и про Сергия Радонежского, в каких-то житиях мы можем увидеть, что это вообще-то события происходят, они связаны с Никитским монастырем, с Горицким. Но Горицкий известен с 14-го века. Это был большой монастырь. В 17-м столетии архимандриты Горицкого монастыря во всяких договорах соборных, соборы, которые собирают цари, они числятся одними из первых. И этот монастырь, он был потом центром епархии Переславской в 18-м столетии. А епархия тогда была огромная? Епархия была до Гжацка. Вы можете себе представить? Она простиралась куда-то вообще. Клин, Гжацк, Можайск, Волоколамск. Владимирская область. Нет. Переславская епархия с 1744 по 1788 год существовала. И она включала территорию от границы Ростовского уезда до Гжацка. И вот туда, скажем так, на запад она простиралась, минуя Троицу Сергиеву Лавру, захватывая часть Дмитровского уезда. Это была очень обширная епархия. Она просуществовала 44 года. И была упразднена, когда при Екатерине меняли границы губерний и границы епархий. И вот потом Переславль уже имел отношение к Владимиру. Опять, скажем так, он начинается во Владимиро-Суздальское время. И затем в XVIII веке, весь XIX и начал XX он административно относился к Владимирской губернии и входил во Владимиро-Суздальскую епархию. Светлый вечер Редактор субтитров А.Семкин